Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, мы завершили этап просмотра и отбора конкурсных работ, который проходил у нас в понедельник в городе Арсеньеве. Что хочется сказать о сегодняшнем дне. Мы слышали представления и презентации и рассказы о разных героях. Я хочу вам большое спасибо сказать ребятам 9 лицея за то, что они выступали, обосновывали, почему они выбрали именно этого героя. Это очень важно, что в нескольких строчках или несколькими словами вы для себя определили, что самое главное, вообще притянуло вас к этому герою, почему вы именно биографию этого человека решили изучить и познакомиться. Если вы видите шестой школе, тоже большое спасибо, потому что немножечко такое было у нас замешательство. Георгий Грибинадов-Позидоносец не является героем Отечества, не в духовном смысле слова, не в светском смысле слова. Но тем не менее, мы обосновали, почему этого героя взяли, потому что и Георгиевская ленточка, и те награды, которыми высшие награды военные, которые сейчас награждают герои за их подвиги, на них набита фигура Георгия Кобедоносца. Это тоже большое спасибо, потому что, ну, как бы историю этого духовного героя мы тоже сегодня с вами узнали. Конечно, огромное спасибо, хочу сказать, 10-й школе, ну, во-первых, за то, что мы здесь находимся, и нас встретили, как всегда, очень добродушно и очень красиво все здесь расставили, и обыграли все очень правильно и красиво. И, конечно, за те выступления и за тот пролог, которым вы открыли наше мероприятие, я думаю, что, ну, и Владыка, и наши коллеги из Арсеневской епархии, так как это ваш первую очередь, вы, наверное, что-то и для концерта главного выступления, которое состоится 9 декабря, тоже возьмете, что вы сегодня услышали. Огромное вам спасибо. Вот правда, сегодня, ну, я не хочу сказать, что где-то во снях, когда вы слушали работы, где-то там слезы, близенько где-то так вот уже не были, тоже были разные работы, были правильновенные работы, где-то прям вот хотелось. Но здесь, вот знаете, до рыданий. Анна Юрьевна, как всегда, до рыданий, потому что вот еле сдерживалось, правда, правда. Некоторые работы детей в прологе я слушала уже несколько раз, и все равно, знаете, вот так можете говорить, так можете донести, что, конечно, и вот это правильно. Вы знаете, я бы, почему, ребята, на этом останавливаете, да, останавливаются, потому что, я еще раз повторяю, Дмитрий Александрович вначале сказал, что я уже говорила эти слова. Того человека, которому вы рассказываете, не важно, святой он или это светский герой, того человека, которому вы рассказываете, его нужно полюбить. Мы только о любимом человеке можем рассказать правильными словами. И так проникновенно, что другие будут слушать со слезами на глазах. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз прочитали свои герои, еще раз нашли такие слова, которые мы могли бы донести до других, чтобы на глазах появились слезы. Понимаете? И чтобы люди этих героев запомнили. И еще хочу что сказать. Вот, к сожалению, у нас в Лицея тоже лицей носит имя героя, да, человека, который погиб, да, в войне, в локальной, да, локальной войне, но тем не менее. Но почему-то сегодня о нем ничего не рассказывают. Это, как и звучит, наверное, правильно. Но я думаю, еще у нас впереди будут конкурсы на следующий год, и мы о нем обязательно вспомним и о нем расскажем. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ